Добрый день, дорогие зрители канала Культура Достоинства. Приветствую тебя, Андрей. Наконец-таки мы с тобой увиделись. Да, всем здравствуйте. Мы продолжаем работу свою, не выходя, как говорится, из своего дома. Андрей, безусловно, это время очень трудное, да? Множество слухов, есть вирус, его нету, но сейчас не об этом. Сейчас о том, умер ли на самом деле Ким Чин Ин или нет. Давай с тобой пообщаемся на эту тему, потому что интернет просто кишит заголовками, и я не знаю, что вообще происходит. Зачем тебя волнует эта тема, Ким Чин Ин? Какая разница, умер он или нет? По большому счету, не для нас с тобой нет никакой разницы, даже для жителей Северной Кореи, да? Ну, один диктатор сменится другим диктатором. Особая ситуация не изменится. Ведь страна может поменяться не от того, что вот один лидер сменит другого, да? Нет, страна может меняться только, когда люди, когда люди захотят поменяться сами, когда люди захотят поменять свою страну, да? Ведь во всех учебниках политологии что написано там? Голодные бунты – это не просто там народ созрел, да? Это не зрелый народ. Вот если человек выходит, говорит, нам дайте хлеба, да, то это говорит о том, что народ просто хочет есть. А если народ говорит, нам дайте хлеба, и власть должна поменяться, вот тогда власть поменяется. А в Северной Корее, к сожалению, от того, что Ким Чен им помер, да, или не помер, да, ничего не поменяется. Придет следующий там родственник, племянник, брат, сват и так далее. У них же до сих пор в их стране правит Ким Ир Сен, который как бы умер, да? Но у них он избран вечным правителем. И то есть у них все равно покойник правит. Поэтому у них все равно правит Ким Ир Сен, да, а Ким Чен Ир и Ким Чен Ын, они его только подменяли, да. Ну вот будет следующий там Ким Чен Ун, Ким Чен Юн, ну и какая разница. Вот, потому что народ Северной Кореи нужно очень долго-долго просвещать. Для этого нужна воля, политическая воля. И боюсь, что Северная Корея находится в абсолютном тупике. И как выбраться им из этой ситуации, не знаю. И у нас тоже говорят, вот давайте Путина поменяем на Навального, да. Ну давайте поменяем на Навального, пусть будет Навальный. Но понимаете, ничего не изменится. Народ как был вот в таком советском, в советской ментальности по большей части. Народ как не сделал западный выбор, да. Так вот мы и будем барахтаться вот в этом, в том, в чем мы барахтаемся, понимаете. Путин это отражение, да, нации. Так же и Ким Чен Ын, Ким Ир Сэн. Они эту нацию сами изуродовали, вот эти все диктаторы, да. Что в Северной Корее, что у нас. И народ стал вот таким. Когда в советское время всех не согласны, всех людей с другой позиции, да. Начиная от Ленина, а потом уже при Сталине еще более массово. Просто людей уничтожали за их взгляды, за их позицию, да. И, конечно, чтобы очиститься от всего этого прошлого. Я не знаю, клин клином, может быть, вышибает, да. Но нужен большой тяжелый путь, да. Я не говорю, что надо кого-то вешать и расстреливать, да, за приверженность к диктатуре. Но, наверное, необходимо хотя бы пройти такой путь, как прошла Германия. Вот. И Северная Корея здесь поможет только внешнеполитическое вмешательство, да. Даже санкции не помогут. Просто нужно какое-то внешнее руководство страной, чтобы людей привести к цивилизованной жизни, да. Потому что там народ живет очень бедно, очень бедно. И чтобы они эту бедноту им как-то объяснить, да, они им показывают сказки про то, как в Америке живут бомжи, едят голубей, пьют кофе, значит, из снега, ну и так далее. То есть им показывают сказки, бред о том, что на Западе живут люди плохо. Кстати, у нас наши пропагандисты тоже работают практически по этим лекалам, да. А то, что, возможно, Ким Чен Ын умер, да, и они не говорят, но это обычная практика, да, когда вот эти политические элиты, они думают, вот если он умер, да, и что нам делать, кого назначат исполняющим обязанности, и пока там идут какие-то внутри подковерные игры, да, интриги, они будут молчать и сообщат только, когда уже поймут, кого избирать, значит, вместо блюстителям, так скажем. Помните, было то же самое с Каримовым, когда Каримов помер, да, они же три или четыре дня не говорили, что он помер, и вообще говорили, там, он болеет. На самом деле он с инсультом свалился в больницу и уже давно мертвый лежал. Андрей, ну а какой смысл это все выдумывать, средства массовой информации? Про Путина же так никто не придумывает, правильно? Ну, слушайте, у нас как Путин только пропадает, где-то на неделю там, сразу начинают, да, Путин пропал, и они консервы начинают выкладывать на сайте, Путин встретился с таким губернатором сегодня, завтра с другим губернатором, вот и завтра с третьим губернатором, да, это же тоже часто бывает, когда Путин исчезает куда-то, они нас пичкают разного рода консервами, да, и вообще, когда я смотрю на все эти трансляции путинских совещаний, это такая наигранность, да, это вот такое благолепие, люди пришли с готовыми докладами, и Путин уже знает, что сказать, особо какой-то интриги, да, импровизации там нет, ну, может кому-то позвонить министру, там, что-то в ручном порядке быстренько решить, но в основном это такие доклады, Владимир Владимирович, так все хорошо, вы нами руководите, а будет еще лучше, вот, и спасибо вам за это, и вот, ну, и так далее, противно это слушать, чувствуется, что люди не работают, на самом деле, так ни одни совещания не проходят, вот, в таком благолепном формате, вот, и нам, просто они тратят свое время, да, чтобы создать вот эту картинку, что вот они собираются на совещания, и они вроде как руководят. Мы с тобой как-то перешли плавно от Ким Чен Ина к Путину, Андрей, кстати, как тебе последнее выступление Путина, последнее обращение к нации? Ну вот, я и говорю, что это разве обращение, да, к нации? Значит, он сначала начинает обращаться к народу, потом поговорили, что там губернаторы, там Попова сказала, Собяни что-то сказал, еще несколько человек, потом он опять начал с нацией общаться. Вот эта часовая, вот эта беседа, или совещание, или обращение, как это назвать, я не могу понять этого формата, вот, может быть, он берет пример с Трампа, да, который выходит, отвечает на вопросы с журналистами в ежедневном режиме, но Путину тяжело общаться с журналистами, да, тем более он может задать вопрос неудобный, да, неловкий, на который как бы нет ответа. И поэтому Путин вот собирает своих, да, наших, да, людей из своей команды проверенных, которые ничего кроме похвалы и лизоблюдства, да, не выскажут в адрес Путина, да, и вот он устраивает такие спектакли для нас по телевизору. Не знаю, насколько это продуктивно в работе, да, поэтому у меня вызывает это только недоумение. Хотелось бы все-таки услышать от президента ответы на вопросы людей, как им помогает государство, да, как, вообще, как, откуда им деньги взять, да, как им накормить своих детей, что делать с ЖКХ, за которое надо платить. Они хоть и говорят там про кредит, про срочки и так далее, но это ж трудно очень людям доказать. Очень трудно. У меня вот многие знакомые обращались в банки и уже пришли отказы. Говорят, нет, вы не больны коронавирусом, да, а вы не потеряли работу, а вы еще. А ведь многие как бы не только на зарплату жили, да, вот, которая им выдается. Некоторые жили там и подрабатывали где-то, заключали договоры гражданскоправового характера. Вот я знаю многих актеров, да, не буду называть фамилии, которым отказали реально уже в выдаче кредитов, вот они работали, допустим, в театре, играли там, а в театрах, я вам скажу, московских, окладу актеров по большей части 20-30 тысяч. И они подрабатывают там в сериалах, на озвучке, еще где-то. И вот представьте себе, человек лишился вот этих подработок, потому что сейчас сериалы временно не снимают и озвучки нет. И он живет на этот оклад 20 тысяч рублей, и получается, он на срочку не может получить, да, в банке. Ну и таких масса примеров я могу. Вот здесь бы Владимир Владимирович рассказал бы, как людям жить в этой ситуации. А вот эти благолепные рассказы о том, что вот мы закупили такое-то количество вот этих искусственных вентиляций легких, да, ну и что? Это ваша обязанность это закупить, да. А жалобы от врачей о том, что они не защищены, у них нет масок, костюмов специальных, до сих пор есть. Марат, у вас в Дагестане то же самое, да? У вас в Дагестане все очень жестко на самом деле. Мест, больницы нету, людей негде разместить. Поэтому люди лечатся дома, к ним врачи не ходят, им не ставят капельницы на дому. И очень тяжелая эта вся ситуация. Да, кстати, я могу сказать, я уже написал даже донос, если можно так назвать, хотя написал так, как есть. У меня обнаружили двустороннюю пневмонию. Мне врач отказался, то есть приезжать, ставить капельницу. Это получается должно лежать и умирать. Вот, такое тоже есть. Я знаю, что 800 миллионов рублей выделили Дагестану, но главврачи даже зарплаты не дают нашим местным врачам. И от того, что зарплаты не дают, врачи сидят дома и говорят, мы болеем. Вот от такого состояния даже доводят врачей. Вот, например, это в коммунарке, да, где там врачи там начали увольняться, вот были такие сообщения в сервисах массовой информации. В общем-то, конечно, возможно, какие-то сбои идут на местах, да, но в то же время вот этими сбоями президент и должен заниматься. Да, если он превратил эту систему работы в ручное управление, да, что он сам реагирует у нас на каждую проблему, тогда будь добр, сиди вот на всех этих оппозиционных сайтах, изучай, что пишут в социальных сетях, да, понимай, что болит у людей, да, как происходит. Но ведь он не умеет пользоваться интернетом, он не пользуется им, он сидит там с бумажки, же читает то, что ему написали. Это ужасно. И вот это такой же, такой лидер нации, как Ким Чан Ын, да, вот его особо не касаются проблемы, он что-то там выходит, якобы что-то решает, да, но опирается он на чиновников в основном, либо просто карьеристов, да, таких лояльных карьеристов, которые особо работать не умеют, да, либо реально вот таких саботажников, да, вот. Ну, конечно, конечно, надо сказать, что все-таки в кране есть вода, лампочка горит и врачи все равно работают, да, все равно как бы есть грамотные специалисты и в государственном управлении, это бесспорно, да. Но чаще всего, чаще всего нужно говорить о том, что в государственном управлении России сидят вот такие карьеристы, которые готовы перекрасить свои политические взгляды под любого лидера, который будет сидеть в Кремле. И это очень печальная проблема для нашей страны. И не зря часто приводят аналогии, да, вот с Северной Кореей, там Путина, там, со Сталиным сравнивают, кто-то с Гитлером, конечно, это уже перебор, там, может, с Гитлером сравнивать, да, но вот как только не станет их вот этих кимчанынов, Путиных и так далее, так же вот как в фильме «Смерть Сталина», да, соберутся вокруг них, лежащих в луже моче, да, и будут говорить, ну, что там с ним делать-то, да, как нам людям это объяснить, рассказать, ведь и Сталин, когда помер, не сразу людям рассказали, что он помер, вот, а поэтому самая главная проблема это в том, что народ нужно просвещать, да, и в России, и в Северной Корее, вот, а сейчас им заменят вот на другого лидера, вот, другой придет к ним родственник или еще кто-то там близкий к кимчаныну, да, будут они его боготворить, будут его вылизывать, будут говорить, вот ты, наше солнышко, да, ведь там до чего доходило, что вот эта прическа, да, кимчанына, да, она считалась просто эталоном прически, да, ну, вот придет другой, да, с другими формами лица, формами щек, да, будут говорить, что вот так надо деваться, вот так надо ходить и так далее, то есть только сочувствие жителям Северной Кореи и вообще всех других государств, Узбекистанов, Таджикистанов, Белоруссии и так далее. Сочувствие заключается в том, что нужно пройти долгий-долгий-долгий путь, чтобы прийти к демократии, прийти к свободе, прийти к цивилизованному развитию своей страны, вот, и вот Россия ее начала в 90-е годы, даже, может быть, в 85-м году, вот, и мы все этот путь идем, 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 и когда мы его пройдем, да, этот путь, к нормальной рыночной экономике, к нормальному уровню жизни граждан, я не знаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова